Панк-студия Коробок представляет И вообще есть радость, что мы наконец-то записываем данный подкаст Ты хотел рассказать сегодня что-то важное и зажигательное В целом продолжаем один из больших циклов, который мы пишем давненечко Мы будем сегодня говорить и, так сказать, развивать тему исторической реконструкции внезапно Ну, наконец-то Да, на самом деле, хоть и у нас была с тобой пауза вроде как бы в записях Но так как мы с тобой очень творческие люди и мы имели некий запас роликов Наконец-то мы кучу всего вывалили На самом деле даже еще запасик роликов чуть-чуть есть Да, он такой, это дежурный Но самое главное, процесс шел, в целом он не останавливался Ролики у нас выходили, да, была пауза именно в записи Но ничего, я успел за это время много всего обдумать Написал кучу сценариев, кучу сценариев переписал И в ближайшее время, я думаю, что мы с тобой яростно вонзим, так сказать, руку в черновики И начнем, точнее, продолжим записывать наши замечательные подкасты Да, я на самом деле сам этого ожидаю, но больше всего я ожидаю, наконец-то, что мы переедем в студию И я хочу испытать вот это самое дебильное ощущение Дим Юрьевич, когда он пишет долго, в 8 по 10 часов он гирю держит Я тебе давно советовал Я хочу попробовать Здесь просто гирю держать вообще некуда Я хочу попробовать, реально ли это помогает Ну, надо попробовать, да Итак, сегодня мы продолжаем большой цикл Основной цикл материалов собран на моем канале На твоем канале тоже часть роликов есть Потому что, ну, есть все основные ролики Это цикл «Как пошить тринаху» Кстати говоря, тут за период, пока мы не записывались Я таки отфоткал весь женский комплект И, наконец-то, смонтирую ролик годичной записи Наконец-то А то девочки, наверное, жалуются уже Никто не жалуется, никто ничего не помнит Ну, самое главное, что просто цикл роликов Он еще даже не весь опубликован Ввиду того, что вот один в монтаже Да, кто не знает Выходит цикл как раз «Как пошить тринаху» Даже с гайдами по пошиву С короткими разъяснениями и так далее То есть самая база, как делать реконструкцию Европы 13 века Прям база-база В общем, ролики-то выходят И копятся что? Копятся вопросы Причем довольно однотипные вопросы И я в какой-то момент сначала начал отвечать людям И потом понял, что я занимаюсь копипастом Пришло время это все собрать в одно место В один ролик записать И просто его встроить в цикл То есть это, наверное, будет как раз в цикле Ввиду того, что мы цикл пишем нелинейно То есть в плейлист заходишь, там все линейно разложено А вот это куда-то в начало Теперь вставим, чтобы базовые вопросы были разъяснены Ролик мы обзовем, как правильно заходить в Тринаху То есть это база Заходишь ты к фламандцам на тренировку Эти бры кидают на пол, не доши ты Че делать будешь? Простите Да-да-да Шутки все те же, а ситуация сложная Да, ситуация очень сложная Так, давай вообще ответим на самые-самые-самые базовые вопросы И, так скажем, накинем немножко фидбэка О том, чем конкретно, например, занимаюсь Вот лично я, лично мой клуб Почему как раз вот Тринаха, там Западная Европа и прочее В общем, чем мы занимаемся? Когда ты открываешь там ролики, как пошить Тринаху Ты хочешь, наверное, понять Что это такое вообще Тринаха И чем в перспективе именно ты планируешь заниматься Ты, вот, ты, зритель конкретно Планируешь ты заниматься, скорее всего, если ты попал на наш канал Попал на мой канал, попал в плейлист в итоге Ты планируешь заниматься исторической реконструкцией Историческая реконструкция Это не что-то уже такое абстрактное За годы формирования вообще движения исторической реконструкции Оно динамично менялось, динамично развивалось Появлялись новые эпохи, новые направления Вообще, собственно, сформировалась сама историческая реконструкция Как реконструкция, а не просто как общее движение людей Которые одеваются в что-то наподобие Средневековья И тусят просто в этом образе Это выкрестовалось в некую такую околонаучную тему На протяжении нескольких лет Ввиду, например, сидения на карантине Творческий коллектив реконструкторов Имел, скажем так, слегка много свободного времени Для рефлексии мира и рефлексии всего И для того, чтобы наконец-то заняться именно реконструкцией Это тоже вообще Но самое главное, просто было времени много Соответственно, что мы делали на карантине? Мы очень много переписывались, перезванивались, общались в чатиках и так далее Но в целом, то есть жизнь внутриинтернетная Она была в разы увеличена в объемах Так вот, в этот период времени как раз и внутри нашего маленького творческого коллектива Мы сформулировали определенное понимание исторической реконструкции И я даже его прямо записал, чтобы не ошибиться в формулировочке Мы же как бы юристы Нам необходимо некоторые вещи четко формулировать Для того, чтобы потом к нам не было лишних вопросов Что немаловажно Я вот уже в предвкушении хочу узнать твою версию Что такое историческая реконструкция Что значит, она уже много лет висит во всех шапках групп, которыми я занимаюсь То есть там в клуб фламандцы заходишь, там все объяснено То есть это вопрос, который в целом везде мы разъясняли Включая нашу группу 13С Где мы копим и публикуем источники по западной Европе 13 века Иногда по некоторым другим направлениям Если что-то крутое, интересное попадается Тоже связанное с тренархой Там вообще, я как-то помню, что-то находил на Японию тренархную Очень интересно То, что не было опубликовано У нас опубликовал на стене Да, кстати говоря, если вы не в курсе Такое отступление маленькое Есть замечательная штука Поисковик по стене В группе ВКонтакте В любой Оно очень сильно помогает Потому что некоторые материалы Они просто Ну, технических невозможно заложить в видеоролик Или технических невозможно заложить в фотоальбомы Где там что-то рассортировано по источникам Так что если там вы ищете, например, какую-то информацию По шлемам По манускриптам Для начала Очень полезно проверить Вот такие вот группы Где собираются источники Зайти в поиск по стене И набрать то, что вам надо То есть там в нескольких вариациях По большей части Вы, скорее всего, найдете то, что вам нужно Потому что Иногда мы посты повторяем Но по большей части Нет смысла их там дублировать Часто Что-то, какую-то базу Естественно, нам каждый год Я стараюсь повторить Для молодых неофитов Хорошо И перед тем, как ты начнешь зачитывать Соответственно, что такое историческая реконструкция С юридической точностью Я хочу сказать Дорогие подписчики Огромное спасибо То, что вы нас смотрите Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Особо большое уважение Тех, кто нас поддерживает материально На бусте Благодаря вам Мы смогли купить Этих Черных Плохишей Наконец-то У нас хорошее качество Более Высокое качество Звука, чем было А самое главное Гномов теперь меньше слышно А еще самое главное Вы видите У нас некая скованность В кадре Потому что мы сейчас С Василием Михайловичем Пытаемся привыкнуть Смотреть друг на друга Через камеру Чтобы все время Говорить в микрофон А пальцы вот так Регулярно Поворачиваются Да Потому что Микрофон динамический Для того, чтобы он не ловил Лишних шумов Надо говорить Вот прям В него Огромное спасибо Еще раз Благодаря поддержке Именно вашей На бусте У нас получается Улучшать Качество нашего звука И я очень надеюсь Что осенью Вы нас уже увидите На студии Как минимум Василия вы увидите На студии А меня вы и так видите Из студии С постоянством Ты приедешь Ко мне на студию Ты охренеешь просто Ты у меня Жить останешься там На сутки хотя бы Пожалуйста Будем пробовать Да, давай Читай Итак Возвращаемся К нашим делам Итак Что такое Историческая реконструкция Читаем Четенько По формулировочке Дабы не ошибиться Чтобы уважаемый Фрэр Раймонд Нас потом не заругал Я жду видео Про туалеты Все ждут Рано или поздно Запишем И про наемников Еще Это не рано Но запишем Историческая реконструкция Это процесс Воссоздания И использования Объектов Материальной культуры Определенной исторической эпохи И региона А также отдельных аспектов Культурно-исторического контекста Бытования И способов применения Этих объектов Либо воспроизведения Исторического события В той или иной форме Офигительно Ты еще больше меня убедил В том, что я сраный косплеер Либо у меня реконструкция Уровня 2006 года Вопрос в том, что Историческая реконструкция Как любое движение Оно имеет момент Появления И, соответственно Длительный-длительный Момент развития И мы как раз находимся Сейчас в этом моменте Развития То есть изначально Да То, что Называли там Реконструкцией Это даже реконструкции Не было Это были такие Зачатки того Чем будут Заниматься в дальнейшем Ну, конкретно Я занимаюсь, например Средневековьем 13 веком 13 век Он выделился Из большого Объема людей Которые занимались Условным средневековьем То есть там По большей части Если посмотреть Там фотографии Например С 90 Давай возьмем 95 Там по 2005 год Там В массе своей Действительно Реконструкции Там не существует Практически Нигде Ну, есть отдельные элементы Отдельные комплекты Хорошо сделаны С учетом того Какой был объем Знаний И информации Что очень важно На момент создания Того или иного комплекта Ну, и соответственно Каким были еще Именно технические возможности Воссоздания данных вещей Это немножко не технические А скорее ремесленные То есть навыки То есть по большей части Даже в те годы Можно было сделать круто Просто не было навыков еще Это опыт же Опыт надо накапливать Ну, ладно Я имею ввиду Скажем так Средства производства И соответственно Да, про все правильно Навыки именно тех людей Которые создавали Эти доспехи Но все равно Местами некоторые смотришь Даже советские фильмы Блин Ну, не фильмы Мы говорим сейчас Именно про движение Исторической реконструкции А то они не были завязаны Все-таки нет То есть это все-таки Отдельная тема Да, это отдельная тема Извините Потому что именно В движении Исторической реконструкции Потом выделялась Выделялась такая группа людей Которая была Именно заинтересована В воспроизведении Визуального Внешнего вида Конкретной эпохи Что нужно понять Историческая реконструкция Это в первую очередь Про вещи быта Про костюм Про, например Какие-то ремесленные принадлежности Про бытовые принадлежности Кружки, ложки, вилки Картонки и прочее Историческая реконструкция Подразумевает то Что мы берем Вот с тобой Конкретный источник И максимально близко К этому источнику Воспроизводим Какую-то вещь Но Вот такое воспроизведение Оно есть где Ну, например В музейной работе Когда находят Какой-то предмет Он там полуразрушенный И делают его копию Чтобы показать Как оно выглядело тогда То есть Для чего это нужно? Для визуализации Какого-то, например Исторического артефакта Историческая реконструкция Подразумевает Чуть-чуть Более Другое Использование Этого предмета В первую очередь Она как раз Подразумевает Использование То есть Этот предмет Например Это будет Кружка И ложка Вот два предмета В музее бы Их сделали Например Копию Чтобы показать Как они выглядели В новом виде И они будут стоять Они не будут использоваться Для По своему предназначению А вот реконструктор Он как раз Делает точную копию И эти предметы Начинают Жить То есть Ты их постоянно Используешь Благодаря тому Что ты используешь Конкретные предметы На конкретную эпоху В конкретной ситуации То есть В контексте Например Это какое-то событие То есть Ты Причем Событие Не в плане Большой ивент Или прочее Например Ты реконструируешь То что ты Завтракаешь То что Например Завтрак Это я люблю В реконструкции Вот То есть И для того Чтобы тебе реконструировать Завтрак 13 века Тебе нужно Во-первых Приготовить еду По рецептам 13 века Чтобы ее приготовить Тебе что нужна Посуда Для того Чтобы нормально кушать Тебе тоже нужна посуда И ты реконструируешь Весь там Столовый набор Который тебе необходим Для приготовления пищи И собственно Для ее употребления И вот эти Реконструированы предметы Они начинают Жить И У тебя происходит Что? Процесс исторической Реконструкции Конкретного события События Завтрака Это если вот совсем Упростить А насколько это Историчное событие? Завтрак это историчное событие То есть Ну а Да Насколько историчные Ингредиенты Которые используются? Все зависит от тебя Ты можешь использовать Правильные исторические Ингредиенты Можешь Реконструировать Просто события Без созрядачения На конкретной еде Которую ты ешь То есть Это тебе не мешает Делать Разную глубину Исторической реконструкции Можно ее сделать Типа Мега глубокая То есть Ты точно знаешь Изучаешь процесс Изучаешь Например Конкретный регион Конкретную кухню Конкретные рецепты Причем Рецепты Не просто Конкретные На регион А например Для конкретного Социального Слоя И Самое главное Привязываешь Еще это К чему? К сезону Разных урожаев То есть Это прям Вот знаешь Как сделать Твою реконструкцию Мега задротной То есть Вот тебе хочется В какой-то момент Каждый к этому приходит Потому что Например Более простые Уровни реконструкции Он прошел То есть Грубо говоря Человек сделал себе Костюм Сделал там Грубо говоря Если ему нужен доспех Собрал всю бытовую часть У него уже все Изучено то что он мог Сделать физически руками И он такой думает Так А что бы сделать Еще более интересное Более клевое Ну Это знаешь Это все В рамках шутки Вот то что ты мне рассказал Это звучит еще адекватно Но разве может быть Похлебка из баранины Историчной Если у нас нет Той самой породы овцы Точнее барашка Который пил Ту самую правильную воду С правильного состава И кушал ту самую травку Это тоже называется Передергивание Да Это просто передергивание Но кто-то делает это На серьезных вещах Да нет По большей части Все это занимаются Просто именно передергиванием Чтобы просто посраться В интернете И позлить людей А мы сейчас говорим Совсем не про это Да Вот то что ты мне описал Мне очень сильно нравится Мы говорим именно Про нормальную Историческую реконструкцию То есть В первую очередь Что Получается Для того чтобы Заниматься Исторической реконструкцией Ты должен внезапно Не просто что-то уметь Шить там Делать И так далее Ты во-первых Должен обладать Неким набором Знаний Историческая реконструкция Это Происледование Да То есть Ну представляешь Надо знать Что-то Такое Благодаря чему Ты Можешь Рассказать о том Чем ты занимаешься Со ссылками На какие-то Действительные Источники То есть Это источники Письменные Визуальные И так далее Вообще По историческому реконструкцию Мы запишем Отдельное видео Где расскажем Все аспекты И самое главное То о чем Давно спрашивают Разъясним Как комплексно Работать С источниками Ну грубо говоря Вот ты приходишь В историческую реконструкцию Ты не понимаешь За что Как Чего Куда Чего хвататься Чтобы найти Вот эту точку опоры На которую Собственно Накручивать Весь большой Комок Ниток знаний Для того чтобы потом Создавать свой комплекс Это да Это на самом деле Один из самых сложных моментов Потому что Куча молодых людей Приходит К клубам Спрашивает Здравствуйте Хочу заниматься Реконструкцией Викингов Что мне делать Ему говорят Читай источники Ну это на самом деле Тоже нормальная ситуация Я с ней Неодракатно сталкивался И тоже Про нее поговорим Итак Собственно Мы определились Что у нас В целом Такая историческая реконструкция В первую очередь Историческая реконструкция Это у нас Про материальную культуру Про ее восстановление И применение На практике Если вот совсем Простым языком Объяснить Я обращу ваше внимание Почему я Именно акцентирую Момент на том Что историческая реконструкция Это про материальную культуру Вы спросите А как же там Война Рыцарей Средневековья Война Это приятное дополнение Но Мы никогда В жизни Не сможем Полностью Реконструировать Военное событие Ввиду Ввиду Того Что Например Моя эпоха 13 века Она Для Большого количества Великолепных Предметов Вооружения Крайне травмоопасна Ну буквально Мы же не хотим Там переломать Друг другу Руки Ноги Так чтобы Реконструкторы Просто физически Закончились Будем вынуждены Крайне долго Лечиться Самое главное Дорогостояще Лечиться Мне еще Прикалывает Такой термин У нас более Правильная Война Ни одна Война Не может быть Правильной Когда у вас Затуплено Оружие И есть Хоть одно Ограничение По Использованию Предметов Вооружения Начнем с того Что даже Мечами Никто не будет Работать Нормально В современных Условиях Если вы собрались Заниматься Тринадцатым веком В первую очередь Ставьте себе В понимание Что вы будете Заниматься Очень интересным Периодом И самое главное Периодом В котором еще Огромнейший Объем Материальной культуры Никогда и никем Не реконструировался Эпоха просто Молодая Развивающаяся И это на самом деле Даже круто Потому что Когда ты приходишь В очень массовую эпоху По большей части Есть куча Куча всего Уже реконструировано И ты занимаешься Только дублированием А тут можно сделать Какое-то некое Для себя Там и для Сообщества Некое даже Открытие Каких-то предметов Каких-то вещей Каких-то даже Направлений Ремесел Это круто Действительно интересно За что За что Собственно Я и люблю Свою эпоху Потому что В ней Настолько Много всего Еще никогда Не сделанного Что можно Заниматься Ей буквально Всю жизнь Вот Война Это приятное Дополнение То есть Не надо Пытаться Сюда Вот Например В мою Тринаху Принести Некий Соревновательный Эффект Эффект Спортивный Потому что Нет Это не про это У нас Наши бои Это приятное Дополнение Но не основа Для организации Мероприятий То есть Самое главное Что нужно понять Я обращу внимание Я говорю С точки зрения Своей позиции Позиции той Куда я веду Свой клуб И куда я веду Свои мероприятия То есть У меня есть Определенный Контингент Людей Которые разделяют Часть моих идей Я надеюсь Так как они Вместе со мной Занимаются этим Уже на протяжении Долгого времени Для них я делаю Мероприятия И эти мероприятия Отражают Мое видение Правильной Исторической Реконструкции На мой Период Времени То есть Что становится Основой мероприятия Как это мероприятие Выглядит Это вот Мое представление Об этом Опять же Это дает Некий Определенный Уровень Визуального Качества Который Вот есть у меня В голове И я его хочу Воплотить в жизни Увидеть Например Феодальный город Там Феодальную войну И так далее Чуть дальше Об этом мы поговорим Подробнее Смотри Сейчас довольно Большой объем За последние пару месяцев Мне пишут людей Которым я перестаю Отвечать Задолбался Вопрос Крайне тупой Приходит Который Меня люто Бесит Который Бесит Моих Коллег Которые Занимаются Серьезными Исследованиями На протяжении Многих лет Например В той же Тренахе Это вопрос Здравствуйте Как мне Собрать Образ Средневекового Рыцаря На три Наху Я этих людей По большей части Либо нахер шлю Либо вообще Не отвечаю И буду собственно Продолжать это дело Почему я так делаю Объясняю популярно Ну во первых Если приходит Такой человек Скорее всего Он приходит Не за исторической Реконструкцией Он приходит За Игрой Вайвенга Или игрой В роман о розе Либо за бесплатной Консультацией Для кино Например Нет Это По большей части Мой опыт Четко говорит Что это приходят Люди Которые хотят Вот этот вот Образ Рыцаря с розочкой Которая никакого Отношения к истории 13 века Не имеет То есть это Вымышленный образ Эпохи романтизма Скажем так Рыцари были Слегка другими Ну про это мы Довольно много Рассказывали на канале И будем продолжать Рассказывать Так вот Как раз После очередных Вот этих вот Вопросов На прошлой неделе У меня и пришла мысль Что пришло время Записать Нормальное Разъяснение Как правильно Заходить В 13 век И кому стоит Сюда идти Кому мы здесь рады Конкретно Кому рад я И мои мероприятия То есть я Не рад людям Которые приходят Такие Я пошью Рыцаря Сейчас вот таких Дурачков Много мне пишут И если вы Дурачки Это слушаете Ну Есть повод Перестать быть Малолетним дебилом И сделать из себя Перспективного Рекрута В настоящий Реконструктор Единственные Оставшиеся Выжившие Потомки Тевтонского Ордена К тебе писали Задрали уже Короче Ты не представляешь Причем Знаешь Мне кажется Это реально Сезонное То есть это Март месяц Вот в марте Они прям Активизируются Ну Ты знаешь При запуске Каждого проекта Который мы делали На протяжении Вот последних Пяти лет Всегда появляются Потомки Какого-нибудь Тевтонского Ордена Мега-рыцари Блин Шибанутые Короче Конченые люди С которыми Мы в принципе Стараемся Не иметь Ничего общего Не иметь Никих контактов Потому что Фиг знает Что у них там В голове перемкнет Так вот Вопрос в том Что приходит Такой человек Я типа Хочу шить Рыцаря Скажем так Историческая реконструкция Она подразумевает По то что Человек будет Хотя бы что-то знать Да Если он Не хочет Что-то знать А хочет сразу В рыцаре Ну Скорее всего Он ничего не сможет сделать Во-первых Либо он попадет На человека Который занимается тем Что он зарабатывает Деньги за консультацию И скажет Ну типа Я тебе распишу комплект С тебя там 50 тысяч Ну так Кто-то может занести деньги Типа норм То есть Если мне принесут там 50 тысяч Попросит расписать комплект Я распишу Кто бы это мог быть Но Вопрос в том Что Даже по расписанному комплекту Человек нормально сшить Ничего не сделать Не сможет И По сути Как нужно По правильному Заходить В реконструкцию Именно в реконструкцию 13 века Даже если ты не стремишься Там Освоить огромный пласт знаний А просто хочешь Вот участвовать В фестивалях В мероприятиях Во-первых Ну отнесись с уважением К людям Которые до тебя Развивали эту эпоху И занимались Изучением источников Колоссальный Объем времени То есть Вот приходите А дайте мне источники На этом Да пошел ты нахер По большей части Почему я должен Тратить свои наработки На тебя Непонятного чувака На онейму Почему я должен Тратить на него время Объяснять ему Как что он делает Помогать там И так далее Не обязан Это хобби Если я Вот например Руковожу клубом Для меня Ситуация Немножко другая То есть Я предпочитаю Формировать Некую Новую общность В формате клуба Для которой Я буду делать мероприятия Эта общность Должна Отображать Что Мое видение 13 века И историческая реконструкция То есть Она Либо должна Целиком И полностью Каждый Человек Разделять Моей идеей Заниматься Изучением Истории Но нет Такого Никогда В жизни Не будет Либо Люди Которые Приходят В клуб Они Принимают Правила игры Те требования Которые Я Обозначаю На входе Клуб Сейчас Я вот Множество раз Говорил Это на стримах И так далее То что Если хотите Заниматься Именно исторической Реконструкцией То помните Клуб Это место Со своими Традициями И своими Правилами Приходя туда Ты должен Ты обязан Принять правила Эти игры Ты не то что обязан Ты просто приходишь Смотришь Если тебя устраивает Атмосфера Отношения Традиции Этого коллектива То ты Соглашаешься Подчиняться Внутренним правилам Ну я примерно Про это и говорю То есть если ты Например вот Приходит человек Ему там что-то не нравится Начинает Творить какую-то бучу По большей части Его сразу могут Вышибить Так как коллектив Тебе ничем не обязан Да Вот такая ситуация Вот смотри Как я предпочитаю Строить Будущее Тринадцатого века Почему я говорю За тринадцатый век Потому что я строю Определенную общность Для определенных мероприятий У меня есть уже Цикл мероприятий И с каждым годом Цикл мероприятий Только расширяется Мне очень нравится Тематика средневекового города И тематика Феодальной войны Когда рыцари Со своими пацанами Будскую друг друга То есть вот Это Внешний вид Момента Средневекового истории Мне нравится Больше всего на свете Я его хочу Видеть Соответственно Для того чтобы Этот образ Воплощался В действительность Нам Нужны Несколько Категорий Например Тех же Военных людей И Несколько категорий Мирных людей То есть Разные Ремесленники И так далее То есть Вот приходит чувак Я типа рыцарь Там Парнишки там Ну лет 20 Там 25 30 40 Может быть Например Человек не знает Ничего Не умеет Ничего То есть Не вопрос Если у него много денег Он может вложить там Примерно 600 тысяч И он получит себе Минимальный комплект На рыцаря Гражданки и военки Минимальный Я обращаю внимание Но при этом У него ноль навыков Ноль навыков Ноль уважения Что немаловажно В сообществе Которое является Чем является Хобби И Скажу страшное Рыцарей не существует Парни Доспех купил Фехтовать не купил Все таки у нас Процитирую Дмитрия Савченко Организатора турнира Святого Георгия Нельзя Прийти так просто К ребятам Допустим Вот вам ребята Полмиллиона Стретимся через полгода Доспех не дадите Нет Так не работает Это сообщество И здесь Три вопроса Блоки До сих пор действуют Ну да Кто то что то выигрывал Кто твой друг Да Ну в общем Окей Вы скажете Ну есть другая ситуация Я типа опытный реконструктор Я там занимался Ронятиной Я там занимался Там ИСБ И вот хочу пойти В тренаж Такие тоже есть И таким людям Я сейчас Только прекращаю отвечать Объясняю почему Все очень просто Я заинтересован в том Чтобы моя эпоха Развивалась Развитие эпохи Возможно только в одном случае Когда в эпоху Приходят новые Я подчеркну Новые люди Для которых Преконструкция 13 века Становится Приоритетным хобби То есть это не является Там второе Третье Четвертое Пятой эпохой И если проходит Какой-то большой фестиваль Эти люди С вероятностью 99% В первую очередь Будут ориентироваться Приехать Именно на фестиваль По 13 веку А не на какую-то Другую эпоху Так как 13 век У них будет основным Плюс Это люди Которые заинтересованы В изучении Эпохи Либо же Они заинтересованы В том Чтобы сделать Качественный Внешний вид И влиться уже В готовое сообщество И участвовать Постоянно в мероприятиях То есть они могут Не заниматься изучением Глубоким Изучением источников Хотя По большей части Те кто занимается Там 3-4-5 лет Начинает Рано или поздно Копаться в этом деле И как-то улучшает Свой комплект Или свое снаряжение То есть вот человек Пришел Он не особо хочет Вникать в источники Он собрал комплект Под руководством Не вопрос Собрал под руководством В том ключе Который необходим Человеку Который ему помогал И этот человек Так как эпоха Для него Является основной Становится Постоянным Участником Мероприятий Движения Конкретной эпохи И за счет этого Эпоха развивается Расширяется Появляется Некая массовка Которая постоянная Которая качественная И постепенно Из этой массовки Будет выделяться Новое поколение людей Которые будут Зарываться в источники Я с тобой здесь Полностью согласен Нужна массовка Для того Чтобы рождались Хотя бы единицы Которые будут делать Прямо на таком качестве Что остальные будут смотреть Блин я хочу так же Но только массовка Нужна Обращу внимание Еще раз Хорошего уровня Нужен Качественный Середняк Для определенной эпохи Свой Тренахи Она существует Достаточно долго И Знаешь честно говоря Я просто не знаю Вот именно как было Я не видел такого Прям Момента Деградации Массовой эпохи Всегда был тот Кто держит уровень Ну У нас вообще Она совсем молодая У нас Четернахи Как бы все просто В СБ ушли Как бы и все Ну понимаешь Вот у нас Интересная очень Ситуация Вот Я бы назвал Именно Выкристаллизованием Именно Эпохи Как эпохи Год 2006 Тире 2008 То есть Это совсем близко Это прям Вообще близко То есть Совсем Период Реально Очень Очень близкий Так вот Мы определились Что у нас есть Ситуация Когда у нас там Есть например Клубы Есть Например Какие-то отдельные Группы по интересам Или например Ты вот реконструктор Будущий Пришел Все Хочешь точно делать Рыцаря Ты приходишь к человеку Типа Дайте мне Собирательный Образ Как мне собрать Собирательный образ Собрать Собирательный образ Средневекового рыцаря По большей части Я вот сразу Наверное Уже посылаю Просто нахер Во-первых Чтобы правильно Зайти в тринаху Даже если ты там Хочешь точно делать Рыцаря Начни с того Что определись С регионом И внезапно С датировками Для 13 века Нет такого понятия Типа Я собираю Рыцаря 13 века Ты должен Собирая свой комплект Ориентироваться В пределах Желательно 30 лет То есть Грубо говоря Там например Берешь Я делаю Там Рыцаря Из Франции Можно например Взять Конкретную событийку Пускай это будет Седьмой крестовый поход И дальше Например Определяешь Конкретный регион И под этот регион Подбираешь Источники Письменные Археологические Изобразительные И так далее Мы сейчас Не будем Углубляться Прям в тонкую материю Того Как это все Правильно Подобрать Сделаем Отдельный ролик Это да Но сам факт То есть тебе Нужно определиться Конкретно Что ты делаешь Не абстрактный Усредненный Образ Потому что Источников Достаточно Для того Чтобы Делать Конкретику А конкретика Она ведет К чему К хорошему Качеству И к Некой Индивидуальности Комплектов снаряжения Вот Если Вы Вот вы Выбрали Этих рыцарей Вам нужно Начать с этого После того Как вы Определились Регионом События Вам нужно Углубиться В изучение События На самом деле Это все Делается Буквально Даже за Несколько Дней Благодаря Тому Что сейчас Объем Источников Опубликованных Большой Вот Но По хорошему Вы Начинаете Заниматься Исторической Реконструкцией С нуля То есть Прямо со Стартов Не понимаете Вообще Что вам Делать Вот тут Вам нужно Обратиться Например Можно Обратиться К людям К более Знающим Тем Кто занимается Эпохой Давно Пройти Спросить Например С чего Начать С чего Начать Мы Естественно Расскажем Если Вы приходите В клуб То тут Проще Или Даже не В клуб А Начинайте Сами Делать Внезапно Начните С базы Цикл Как пошить Тренаху С Василием Михайловичем У нас записан Например Замечательный ролик Где мы Рассказываем Про Самый Простой Комплект На Средневекового Крестьянина Пейзанина Почему Он Хорош Потому что Все шмотки Понадобятся Вообще На все Уровни Реконструкции В дальнейшем Вообще Ничего лишнего Плюс Как раз Крестьянин И Паломник Он же Пейзанин Крестьянин Пейзанин Паломник Плюс Минус На большую Часть регионов Они похожи И Сделав Как раз В этой ситуации Усредненный Комплект Ты Не ошибешься И Будешь Выглядеть Нормально На любом мероприятии И самое главное Получить допуски На любое мероприятие В процессе Того Как Ты Занимаешься Пошивом Этого комплекта Во-первых Ты освоишь Несколько ремесел Базовых Хотя бы С шитьем С работой С кожей Плюс За этот Период Времени Можно что-то Почитать Что-то Выучить Понять Систему Построения Кроя Одежды Что Немаловажно И Внезапно В этот Момент Ты И начнешь Заниматься Исторической Реконструкцией Очень часто Бывает Что ты Приходишь В историческую Реконструкцию Буду Мега Рыцарем Тамплиером А потом Выясняется Что быть Мега Рыцарем Тамплиером Не всегда Удобно Например Для участия В мероприятиях То есть Куда-то Приехать Нельзя Где-то Поучаствовать Не получается Где-то Там Есть свои Ограничения Традиции В движении Я уже потратил Кучу денег А я вот хочу Там В рыцарский Турнир А в рыцарский Турнир В Орденском Нельзя Надо шить Светское А это еще Траты денег И внезапно Внезапно Мы напоминаем Что историческая Реконструкция Это Очень Дорого Буквально Дорого И Любые Вот такие Траты В сторону Они крайне Разочаровывают Потому что Все-таки Денежку Сейчас заработать Не так-то просто Это да Вот Итак Вы пришли К идее Что вы хотите Заниматься 13 веком Начните С начала Начните С базы Если вы Например В первую очередь Я ориентируюсь Как раз на себя На свой клуб И на мои мероприятия Вы их видите И вы хотите На них попасть Вы приходите Ко мне в клуб И Вы должны Начать Действительно С самой Базы С самого С самого Начала Пошить Простой комплект Дособрать его До определенного Уровня Вот например В клубе У нас Дошивая До сержанта То есть Это обычный Боец По фламандским меркам Который Одет фактически Как рыцарь Вот этот поворот Начиная буквально С низов То есть Ты шьешь Базовый комплект Самая простая гражданка Простое Военное Бундирование Это Стеганка Хопьё Или Годендаг Ну обычно У нас идет в комплекте Так как Годендаги у нас Закуплены на весь клуб Целенаправленно Зато можно сразу Воевать И Шлем Ватник Копьё Грубо говоря Ты собрал Собрал гражданку Ура Победа Я что-то научился делать Внезапно узнал Что реконструкция Это не так-то просто И Даже с кривыми руками Можно освоить Главное Слушать что говорят После этого Ты начинаешь Свой комплект Развивать То есть Ты его Например Доращиваешь До Средненького Уровня Добавляешь Кольчужный койф Добавляешь Стеганные кюисы Во-первых У тебя увеличивается Качество бронирования Увеличивается Внезапно бюджет Который ты вкладываешь Потому что Это не дешево Соответственно Ты там добавляешь Дальше Кадарм Потом ты добавляешь Самый основной Доспех на 13 век Кольчугу Которая стоит Килотонны денег То есть В среднем Это 80-100 тысяч Тебе нужно На нормальную Кольчугу 13 века Потом ты берешь Добавляешь Еще огромнейшие Деньги И покупаешь Кольчужные чулки Потом ты еще Можешь там Добавить И взять Какой-нибудь Кюрье Защитить Грудь При этом У тебя естественно С каждым там Повышением Военного снаряжения У тебя внезапно Там требуется Дополнительное Сюрко В гражданскую одежду Еще там Что-то из Спальных принадлежностей И на круг Выходит довольно Большой объем Вещей Которые надо сделать То есть по сути От простой базы Когда ты собрал Минимальную гражданку Минимальная спальная Минимальная военная Ты постепенно Вкладывая Определенные ресурсы Доходишь до уровня Вот например Мы делаем Фландрию До уровня Сержанта Сержант Это гражданин С ног до головы В кольчуге В сервильере И с гадендагом Вот это наш Классический образ Будем все говорить На живом примере То есть на примере Нашего Картинки Самое главное Вставлей Поэтапный сбор Поможет вам Во-первых Влиться в коллектив Правильно войти В историческую реконструкцию Получить нужный Объем знаний А самое главное Вы не будете Посланы На хер с порога Потому что Заявки Я типа буду делать Рыцаря А потом Бедного рыцаря Ты такой Вау Откуда у тебя Источники На бедного рыцаря И начинаешь там Типа задавать Три вопроса На которые Нет ответов В первую очередь Например Лично я Всегда заинтересован В появлении Дополнительной пехоты Почему нужна пехота Для того чтобы Те рыцари Которые есть Выглядели Не нищебродами А за ним Стояли пацаны Во-вторых Для визуализации Правильной Исторической реконструкции Нужны не только Рыцари А большой Во много раз Превосходящий Объем пехоты Которая Находится Вместе с рыцарями На поле Вот так Все Довольно просто Плюс Например Вот в рамках клуба Занимаясь Исторической реконструкцией По этапам Вы еще и получаете Дополнительные навыки Минимальные Боевые навыки Всеми видами оружия И к моменту Когда вы там Отшиваете себя Мега рыцаря За просто Килотонны денег То есть Прямо Нормального рыцаря Чтобы сделать А у нас Таких реконструкций Буквально По пальцам Можно пересчитать Где вложены Хорошие бабки И сделан Действительно Рыцарь 13 века А не собирательный образ Их крайне мало К моменту Когда вышел Красивым рыцарем Ты знаешь Как В рамках Боевой системы Там 13 века Противодействовать Всем видам оружия Потому что Ты прошел Все этапы От простого Пехотинца До рыцаря Плюс Огромный плюс Это то Что у тебя Твое хобби Оно не выходит Сразу на конечную точку То есть Ты сделал рыцарем А у тебя есть Такой некий Квест Ивент Ты по сути Занимаешься Прокачкой Персонажа В жизни От Голого Нуба С нулем До Типа сотого Уровня Прекрасного Молодого Человека Вооруженного По Последнему Слову Техники 13 века Да Готовому Сражаться И убивать Воим Деву Мари То есть Процесс В целом Внутри Сообщества Уже Утрясся Мы прекрасно Понимаем Что как делать Да Понятное Дело Что Сейчас Много Появилось Ребят Молодых Мы в свое время Тоже были такими Я тоже В свое время Пришел Я хочу Делать рыцаря Мне быстро Объяснили Что я не прав Я прислушался К умным дядям И пошел От низов То есть Рыцаря я мог сделать 100-500 раз Но даже Когда у нас Сформировался клуб Я посчитал Справедливым По отношению Например К своим ребятам Которые Вместе со мной Начали формировать клуб Пройти Вообще Все этапы И я Очень Очень Много лет Не делал Рыцаря Ну чтобы ты понимал Например Клуб у нас сформировал В 2007 году А Первый раз В рыцарском Комплекте Я вышел В 2014 Офигеть У меня все впереди При этом Чтобы ты понимал Как бы на момент Там 2014 года У меня клуб Уже был реально здоровый И за мной Был хороший Отряд Пехоты С которым Мы Очень много Где Побеждали И много с кем Уже дружили То есть мы уже могли Ответить на три основных Вопроса Понятно И это действительно Как бы вот У меня есть этот путь Пройденный Во-первых Все этапы вооружений Все обучено Все понятно Я самое главное На поле могу Понимать Как мне сражаться Против Копейщика Против Годендага Против Щипика Все Все База есть Это хорошо Следующий момент Историческая реконструкция Сообщество Реконструкции Реконструкторов Это все-таки Такое Сообщество Со своими традициями И эти традиции Надо уважать Понятно Если ты молодой Ранить На всех насрать Но помни Мой дорогой товарищ Если ты Плюнешь В общество Оно Утрется Но если Общество Плюнет в тебя Ты Утонешь Факт Примерно Так оно Выглядит Это мы конечно Сейчас шутим В некоторой мере Но помните Что в каждой шутке Есть доля правды Опять же Если У тебя Есть некое Такое Традиционное Вхождение В хобби Это тебе В будущем Только поможет Либо влиться В хороший Большой коллектив Который уже существует Либо же На своем Опыте Который ты можешь Там Сам себе Реконструктор Пройти От первого этапа Там до рыцаря Поможет Например Собрать Компанию Оруженосцев Если ты такой Весь прекрасный рыцарь Потому что Во-первых Ты сможешь найти людей И адекватно Им объяснить Что на каком этапе Как надо делать Чтобы стать Прекрасным оруженосцем И во-первых Не просто Визуально Прекрасным оруженосцем Но иметь Некие навыки Для Вот Той части Постановочных сражений Которые у нас есть Чтобы грубо говоря Этот оруженосец Мог тебе задницу прикрыть Что немаловажно И Поверьте Сбор оруженосцев Тех же Это Ни хера Не просто Ох Это Сложный процесс Но кстати Как-нибудь Об этом тоже Рассказать Я сейчас Конного сержанта Собираю На 14 Я уже охренел Нет Ты понимаешь Ну дело там Себя собирать Ты же себя собираешь И имеешь ввиду Конного сержанта Ну да Я имею ввиду То что ты собрал Себя А потом Надо собрать Еще коллег По опасному Бизнесу И еще Состыковать Их С собой Любимым Да Именно И поэтому Я сейчас Смотрю Такой Господи Ладно Бичуган С ротеллой И метательными Копьями Хорошо Уже что-то Есть И нашел Источники Это буквально Вот реально Были такие Минимальные Комплекты Ну Даже Понимаешь Все это нужно Самому на себе Пройти Чтобы нормально Человеку объяснить Вот Я об этом и говорю Как раз Друзья Знаешь Ко мне там Чувак приходит Я купил Сукно Зеленое Хочу сделать себе Зеленую Коту Ты кто такой Что ты там Делаешь Типа Я типа Делаю Бедного Рыцаря Возможно Небогатого Ну я себе Лицо чуть ли не ломаю Просто Вот Ну Понимаешь Мне уже Не хочется С ними разговаривать То есть Ну это просто Ты спрашиваешь Там типа Че как Нет Типа только рыцаря А ты че знаешь Он не знает Нихера Он не знает Как должна выглядеть Стеганка Не знает Как должны быть Там Как должна быть Правильно сделана Кольчуга Какой шлем Чего-то Такое Ну Например Это мое хобби Я не хочу На этих людей Даже вне время тратить Знаешь Дошло до того Что даже я Начинаю отказываться От зеленого цвета Да без разницы Как бы Это просто пример Я понял Ну Не хочешь с ними То есть Вот Люди Грубо говоря Ты приходишь В мой дом И делаешь это Без уважения Да Это примерно Так воспринимается Потому что реконструкция Это хобби То есть да Вы сейчас там скажете Фу Вы консерваторы И так далее Да мы консерваторы Потому что мы Занимаемся Скажем так Весьма Консервативным Средневековьем В котором были Свои строгие правила И это нормально Для таких сообществ И таких хобби Продолжим разговор Итак В первую очередь Я выступаю За что? За формирование Такого Некого Нового наполнения Сообщества 13 века Которое Уже Начало формироваться На протяжении Последних трех лет И для которых Собственно я делаю Фестиваль 13 город То есть это Городской фестиваль Который развивается Уже на протяжении Неских лет С 2020 года В этом году У нас новый сезон Кроме того В этом году У нас стартанет Еще одно мероприятие Закрытое Которое направлено Исключительно на Реконструкторов Как раз на то же Сообщество Которое формируется Для 13 города То есть это Определенный уровень Определенное качество Определенные требования По тому Как должны быть сделаны Комплекты Что в них должно быть Сделано Что можно Что нельзя То есть то Про что мы говорили С тобой в прошлом сезоне В прошлых Больших Наверное В больших видосах Мы рассказывали О допусках И прочем Для этих Сделаю мероприятие Еще и закрытого типа И в перспективе В следующем году Начиная Именно со следующего года На постоянке Будет одно мероприятие Городского типа Открытое Куда будут приходить Люди Зрители И за счет чего Будет расширяться Наше сообщество И одно Закрытое Где можно погрузиться На полный штык Так сказать В атмосферу Средневековья Феодального Средневековья В атмосферу Феодальной Войны 13 века Западной Европы Где реконструкторов Не будут беспокоить Туристы Я надеюсь Площадку правильную Выберете Исключительно правильно Все Все уже Как бы готовится Мне уже даже Завидно немножко Да Я думаю Что все В перспективе Будет очень хорошо Сейчас В этом году У нас это В пилотном режиме Пройдет Потому что мы Сами должны Все это обкатать На себе После того Как все обкатано На себе Можно уже Расширять тематику И загребать Всех нужных нам людей Если что У меня монах Хорошо пошит Под тренажным этим Мы не будем Сейчас спорить Вот мы За кадром Все Ладно Спасибо Вот Итак Соответственно Если вы Хотите заняться Исторической реконструкцией Тринадцатого века Вы залезли В этот плейлист И Выслушав Мою идею Мое видение Понимаете И принимаете Эту идею И вам в принципе Интересно пройти Вот этот вот Путь исторической Реконструкции Потому что Многие Например В процессе Когда они идут С самой базы С самых основ В какой-то момент Вообще Останавливаются Выбирая Там какой-то Социальный статус Это может Например Чувака Увлекло Какое-то Ремесло И он Останавливается В нем Ему нравится Там и военная Составляющая Но он Типа не стремится Страдать В полном доспехе Ему нравится Бегать Пехотинцами Копейщиками И так далее И он Углубляется В изучение Ремесел И в этом Наверное Есть прелесть Так как Ты вроде бы Думал Что вот У тебя там Есть какой-то Определенный Путь развития В хобби Как у покемона Но внезапно У него есть Какое-то Ответвление Ты уходишь Совершенно В другое Направление И начинаешь Самостоятельно Развивать Свое Направление Это очень круто Да И как раз В этот момент Появляется Более глубокое Сознание Того Чем ты занимаешься И твое Хобби Перестает быть Просто Хобби Для того Чтобы погрузиться В некую атмосферу Ты уже Уходишь С хорошей Базы В некую Околонаучную Околопрактическую Сферу Это Уважаемо Очень уважаемо Самое главное Если Я предъявляю Какие-то Вот такие Требования Какие-то Объяснения По Тому Как заходить В эпоху По тому Как присоединиться Например К клубу Или как попасть На фестиваль В первую очередь Я как раз Делаю События Куда Твой труд Вложенный В твой комплект В твой доспех Может приложиться А может он приложиться Естественно К ивентам То есть Вот у нас Сейчас формируется Цикл мероприятий Куда Как раз Ты можешь приезжать И самое главное Чтобы ты понимал Мой дорогой Товарищ Зритель Именно на этих Мероприятиях Оценят По достоинству Оценят Твой труд Вложенный В сборку Даже Самого Простого Комплекта На самом деле В среде Например Опытных Реконструкторов Наибольшим Скажем так Уважением Пользуется Как раз Качественная Сборка Простого Комплекта Потому что Это может Сделать Далеко Не каждый Удиви всех Сделай Базовый комплект Да Не так Цензурно Звучит Эта фраза Но мы Не будем Здесь Ругаться Вот Естественно Я в первую очередь Приветствую Как раз Приход Именно Новых Людей То есть Вот Я не люблю Людей Которых я называю Бегунками Которые делают 5-7 эпох И вот так вот Скачут по мероприятиям Привет, Ром Самая главная проблема В том Что эти люди Там занимаются 5-6 эпохами И не занимаются Какой-то эпохой Конкретно Либо у них есть Наоборот Одна эпоха Например Раннее Средневековье И вот тут Появляется Следующая проблема Ты например Помог этим людям Сделать комплект А у тебя Мероприятие Выпадает На даты Какого-то важного Мероприятия Например По той же ранней оттень Ну вот Тренах С ранятиной Совпадает И ты Теряешь людей В которых ты вложил силы Время Объясняя И помогая им Как сшить комплект Из-за того Что они уезжают На свою основную эпоху На ранятину Именно поэтому Я прекращаю сейчас Практически Помогать людям Которые приходят Типа А вот Я там занимаюсь Кучей эпох Хочу вот это еще сделать Типа Ребята Типа Вот там Вот вам Пара ссылок Идите Там сами разбирайтесь Я Не буду на вас Стратить время Я уже тоже перестал Собирать комплекты Я их дособрал До приличного уровня И мне это просто нужно Как ведущему Как недельной личности А так я хочу Заниматься Исключительно Четвертой Понимаешь Как бы Ты проходишь Определенный Период Когда Хочется и туда И сюда И вроде бы То И все Это практически Все реконструкторы Проходят То есть Многие реконы Пробуют 4-5 эпох Хотя у них там Есть какая-то основная И в итоге Они приходят к мысли Что Они подзратили Кучу денег На другие эпохи А могли за это время Вложить все эти Типа деньги Сделать Одну Но очень круто Вот Тут как раз Вот мы Лично я пытаюсь Людей предостеречь От лишних трат На другие эпохи На Покупки Неправильных Вещей Которые Как бы Вроде бы Там на тренах На самом деле нет Ты не понял Мне это надо По профессии Основной Видеоблогера Не Я это понимаю Но скорее всего В какой-то момент В итоге Ты тоже придешь К тому Что у тебя будет Я уже пришел Но я не могу Пока что сейчас Ну это такое Я все Я уже дособрал Это короче Короче мы Поговорим лет через 5 Поговорим И вот так будет Гораздо интереснее Через 5 лет Вот он Да Идеальный комплект На Сербию Итак К чему мы приходим Мы приходим К тому Что у нас Например Вот в моей замечательной Любимой тренахе Про которую мы и говорим Формируется некое Новое движение У этого движения Постепенно Формируются Некие Стандарты Качества Визуального Воплощения Визуальной Реконструкции Внешнего Вида Западной Европы 13 века Ввиду того Что есть Люди Есть Определенные Стандарты Качества Значит должно Быть и мероприятие И внезапно Уже и мероприятие Есть То есть фактически Созданы все Комнатные условия Для того Чтобы Заниматься Исторической Реконструкцией На серьезном уровне Входить в нее Сразу Толково С точкой Такой С серьезной Расстановкой С паузами С пониманием Что ты делаешь Самое главное Не тратить Лишние денежки И Большой плюс Вхождение С нуля Сейчас В историческую Реконструкцию 13 века Это то Что ты приходишь Вот у тебя есть Понимание Что делать То есть Ты делаешь Базу Есть Стандартная Ты понимаешь Как же Сделать базу И Самое главное Третье Ты понимаешь Для чего ты ее делаешь Ты ее делаешь Для того Чтобы отправиться На конкретные Мероприятия Чтобы туда Вас Допустили И вы Самое главное Выглядели В рамках Требований Этих мероприятий И Соответственно Из общей массы Не выделялись Плохим комплектом А были Нормальным Хорошим Середничком С перспективой Дальнейшего Развития По результатам Такого Сочетания Вещей У нас Должен быть Самый важный Результат Для всего Движения Это Новое Качественное Новое Визуальное Воплощение Нашей эпохи То есть Мы будем Приближаться К более Скажем так Мы будем Приближаться К визуальным Картинкам Из Библии Мациевского Давай вот так Скажу Это будет То есть У нас есть Хорошее изображение Показывающее Как выглядела Эпоха И внезапно Эпоха Может ожить На улицах Наших фестивалей Это же то О чем По сути мечтает Большинство реконструкторов Которые давно Занимаются 13 веком И Очень не хватало Отсеивания Плохих комплектов То есть В чем проблема Многие Сделали комплекты В 2005 В 2010 В 2015 Году И С поступлением Новых источников Новых сведений Они не Устраняли Ошибки В своих комплектах Не меняли их Не развивали И Год от года Приезжают в одном и том же У меня есть мнение По этому поводу Так происходит Потому что Нету Центрового фестиваля Который задавал бы моду И Ради этой моды И вот Требования Которые Выходят Фестиваль Должен быть Настолько крутой Что Покаюсь И перешьюсь Есть Важный момент Чтобы сделать Мега-мега Крутое мероприятие Нужен Мега-мега Бюджет На мероприятия По западной Европе Государственного бюджета Нет И никогда не будет Это раз То есть Это все Частная инициатива За Частные деньги То есть Это все-таки Такая Тематика Частная Тематика Специфическая Но опять же Обрати внимание У нас Сейчас есть Мероприятие То есть Конкретно Это например Фестиваль 13-й город Он изначально Сделался Широким мероприятием Куда мы Пригласили На момент 20-го года Всех До кого мы Дотянулись В следующие годы Мы Ввели Требования Ввели Ограничения И начали Качественное Улучшение Визуализации То есть Мы хотели Увидеть То воплощение 13-го века Которое у нас есть В нашей голове В нашем видении Организаторов Фестиваля Постепенно Оно появляется То есть В прошлом году Оно было Наиболее близким К тому Что я хочу Видеть То есть Работа идет Естественно Идет Собственно Мы про это С тобой записали Два или три ролика Аж целых В прошлом году Про то Как потерять друзей Когда ты вводишь Допуски на фестиваль Сильно бурдило Видимо Да Да Это было прикольно В этом году Естественно Мы изменяем Чуть требования Ужесточаем В первую очередь Я обращу внимание Что все требования Ужесточаются Для основных участников То есть Это для организаторов И для клуба То есть Конкретно Для клубов Лаванцы В котором дофига людей В котором я занимаюсь Внутренними репрессиями Отдельных вещей Ништяков Даже вещей Которые нам Родны Близки Которые мы любили Многие Года На протяжении Долгого-долгого Периода времени Но теперь нет Теперь их надо Сделать Правильно То есть В первую очередь Ты хочешь Чтобы твои Выглядели Зашибись А вот эти Основные говнори Пускай им стыдно По-своему Будет Когда они увидят Нас красавцев По большей части Многим Не будет стыдно Потому что Многие не поймут Это раз То есть Я объективно Это оцениваю Я в первую очередь Заинтересован В качественной Визуальной реконструкции Так как у меня Есть клуб Я должен Понимать Что ответственность За то Как выглядит клуб Лежит конкретно На мне Даже если люди Не хотят Разбираться в источниках Я должен прийти И сказать У тебя вот здесь Неправильно Надо переделать И люди Ввиду того Что я командую клубу Они такие Окей И переделывают И постепенно Они становятся Визуально лучше Красивше И так далее То есть В первую очередь Вообще Даже Сам фестиваль 13-й город Он был рассчитан Именно на мой клуб Чтобы Моим ребятам Было куда Приезжать И Под Конкретный фестиваль Закручивать гайки Внутри клуба То есть Менять какие-то Определенные вещи Перешивать Расставаться с Любимыми шмотками Потому что Они уже не актуальны Ввиду там Новооткрытых источников То есть То что мы там Шили в 2007 2010 году Например Какие-то отдельные вещи Хотя Многие вещи Пошитые тогда До сих пор Правильно и актуально У нас Их надо переделать То есть Где-то мы там Шили коту По выкройке Которая была Только на тот год А сейчас Мы уже прекрасно знаем Что там Рукав по-другому Кроился Еще что-то Надо переделать Иногда Старую вещь Можно просто Переделать Ну то есть Там Потратить вечер Ушить рукава Где-то Добавить Клинышек И так далее То есть Минимальная работа И ты уже Становишься красавчиком То есть Это не проблема Главное Чтобы были люди Которые копают У нас такие есть И Легкие Внутренние репрессии Ну то есть Пацаны Отфоткали Показали Парни Надо перешить Тут И перешиваем Опять же За счет того Что мы Развиваем это внутри Новичок Который приходит Он уже делает Не просто там Комплект усредненный На 2015 год Нет Он делает Вот пришел в 23 году Он делает комплект Актуальный На 23 год Это тоже большой плюс Потому что Это экономит Бабкин материал Как минимум И Например Не покупает Неправильную обувь А покупает Заказывает сразу Конкретную обувь Потому что Вот тебе источник Вот тебе нужны Такие тапки Почему такие Потому что В них удобнее всего Они уверсальные Они подойдут На твое развитие По трем этапам Только О Типа Это мой выбор Как раз за два года Эти тапки сношу Ну то есть Грубо говоря Я конечно Я сейчас очень упрощаю Но Надеюсь Ты меня понимаешь И вы меня понимаете Друзья Соответственно После того Как Все вот это Сходится То есть У нас есть Общность людей Есть перспектива Как развивать Свое хобби Как входить В это хобби От нуля К успеху Есть мероприятие На которое Ты можешь приехать И показать Свои успехи По всем этапам Что кстати Тоже весьма прикольно То есть Ты можешь взять Там минимальный комплект Шил гражданки Приехал на первое мероприятие Люди на тебя посмотрели А ты на людей посмотрел Познакомился Опять же Тебя начинают уважать За то что ты Прошел Этап Самый тяжелый этап Вхождения в хобби Дали какие-то советы Ты например На следующем мероприятии Я явился В том же вроде бы комплекте Но Тут где-то шов подправил Тут еще что-то подправил Тут там Обзавелся новой шмоткой Ты такой О А реконструкторы Они люди такие Они очень любят Материальную культуру Соответственно Они твой комплект С первого раза запомнят Когда ты приезжешь в второй раз Они отметят Тапки новые Подвязки сменил Поезд доделал Типа туда-сюда шапку Сделал Типа красавчик молодец И опытные люди То есть Ну я например С удовольствием хожу И говорю что Типа вот ты молодец Ты там это сделал Ты это сделал Это нормально То есть Мне несложно отметить Успехи человека И Я считаю это правильно То есть Если Хорошо Работает Почему бы не Похвалить человеку За хорошую работу Потому что Эта работа Она улучшает Что? Мое мероприятие И улучшает Что? Мое Видение Визуализации Реконструкции Это круто Благодаря Вот этим всем составляющим В какой-то момент Из нашего сообщества Начнут выделяться Новые Исследователи Реконструкторы Которые роют источники Развивают комплекты И начинают уже Не типичные комплекты делать А что-то необычное То есть Они начинают Как-то Выделяться Например Человек изучил Внимательно Узнал Что Выкройки Для Котты Есть Не одна Не две Три Четыре Есть та Сложная Которую Например Никто не делает Ну или делают Единицы Он такой О Я типа сделаю Он ее делает Показывает И он Выглядит Он опять же Очень Органично Внутри сообщества Но при этом У него там Что-то чуть-чуть Отличается Именно реконструкторы Это заметят И оценят Особый комплект Пекарь 1302-й год Париж Черный Годенбаг Да Да Ладно Внутренние шутки Потом расскажем Как-нибудь И постепенно Благодаря Такому вот Правильному вхождению В историческую реконструкцию Появится новое поколение Людей Которые будут заниматься Исследованиями Потому что Ну как бы Все мы смертны И люди Которые там Запонимаются 20 лет реконструкции В какой-то момент Ей перестанут заниматься По тем или иным обстоятельствам К сожалению Такое тоже Как бы возможно Но самое главное Наше дело Будет продолжать жить И оно будет Развиваться В следующие руки И будет развиваться То есть самое главное Это конечно же Перспективы развития Я прекрасно понимаю Что там До какого-то периода времени У меня будет хватать сил Время, энергии Заниматься Исторической реконструкцией На том уровне На котором я занимаюсь То количество времени Вгрохивает Но в какой-то момент То есть там уже И здоровье не позволит И семья И другие обстоятельства Не позволят И кто-то меня должен Заменить Так же вот там С разницей В молодости Там лет в 30 Придет новый Молодой Бодрый Который Подхватит Знамя И понесет его Вперед В светлое Будущее В фестивале Которые будут уже Гораздо больше Чем фестивали Которые мы делаем Сейчас Потом надеюсь Выпустят Короче экзоскелеты Для человека И ты станешь этим Дредноутом И будешь всех наставлять Короче Тебя периодически будут Будеть Вальтер, Вальтер Как шовчик Шов от обратной ниткой Это одна из шуток Тоже у нас В клубе Мне очень нравится Итак Запомним Что Главное Это Историческая Реконструкция А не Война Соревнования И прочее За войной С соревнованиями Есть куда пойти У нас ИСБ Хема СМБ Вот все вот это Которое сосредоточено На чем? На Современной Военной составляющей На Спортивных достижениях На Саморазвитие Себя В этом спорте На физухе Да Это именно спорт Вот если хочется Спорта Вам надо туда Опять же Почему я Говорю Про этапы По постепенное Вхождение Про правильное Вхождение Потому что Единственный Способ Развития Любого хобби Вот например Исторической Реконструкции Это Просвещение Если этого Просвещения нет То есть постепенное Накопление Знаний Причем Накопление Знаний Уже В некой Системе Потому что Все таки У нас уже есть Опыт Некая Систематизация И то Когда мы Говорим Молодому Человеку Который Пришел В клуб Начни Вот с базы Эту базу Мы уже Для тебя Систематизировали Мы тебе Ее объясним Подскажем Поможем Понятное дело Что любой Молодой хочет Вперед Быстрее 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 Да Можно побежать Вперед Набить Все эти же Шишки Все те же Ошибки Пройти Которые Мы проходили На протяжении Десятилетий Обращу внимание Это 10 лет Там жизни Минимум Да Ты там Тратишь Набивая Эти шишки А здесь Ты можешь Потратить Два Два с половиной Года И получить Вот Конкретно Например Мой Опыт В исторической Реконструкции Грубо говоря То что я там Копил лет Пятнадцать Ты получаешь За два с половиной Года И от этой точки Сжатой В два с половиной Года Ты можешь Идти дальше Тратить остальные Годы На более Крутое развитие И во многом Превзойти Достижения Которые есть Конкретно На 2023 год В исторической Реконструкции Тринадцатого Века То есть Мы ставим В приоритет Что Качество Историчность Тринадцатый Век Вот так вот Думаю На этом Мы Закончим Да Дорогие друзья Проверочное слово Сегодня Качество Качество Именно да Я хотел сказать Показь и перешейся Но это еще рано Это рано Это потом Это потом Это нам всем предстоит В том числе и мне Дорогие друзья Спасибо вам большое То что вы прослушали нас Просмотрели Не важно Где это находится Это выходит на всех Известных нам площадках По крайней мере Мы стараемся На всех вообще Везде просто Я вообще все Перебросил Короче На ВКонтакт Да кстати Да вообще Кстати Все архивы Господи Наконец-то Все архивы роликов И канала Комнатный рыцарь И канала Вальтера Они полностью Скопированы Например На площадку ВКонтакт Полностью На Рутуб Короче Нет Не все Там какая-то Лютая фигня С модерацией Но это другое В общем Вальтер Огромное спасибо Я для себя Очень многое Подчеркнул Как глава Клуба Исторической реконструкции Еще раз говорю Я косплеером Себя называю В ироничном ключе Мы реконструкторы Пока что Уровня 2011 года Но Ты меня очень сильно Мотивируешь Надеюсь Четвернаха Будет Реконструкция Четвернахи Уровня 2020 Актуального года Дорогие друзья В наших руках Большое спасибо Всего вам доброго Ави Мария Фландрии Лев Фландрии Лев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok